Приветствую вас, Жанна. Я думаю, что ваша дочь, как, в принципе, и любой ребенок, это отражение некоторых ваших собственных проблем и трудностей. И вот судя по тому, что вы пишете, судя по тому, что вы описываете, я могу сделать такое небольшое предположение, что у вас есть проблемы с личными границами. В противном случае ситуация не складывалась бы так, как она складывается сейчас. То есть дочь, по сути, пользуется вами, дочь родила ребенка, но не смогла построить отношения с отцом ребенка. Вот. Да, вы, соответственно, тянете на себе все, как вы говорите. Это и есть ваши проблемы с личными границами. Но в то же время, это проблема и с жертвенностью. По факту вы находитесь в этой угольнике Карпмана. Изучите в интернете, что это такое. И вы жертва в этой ситуации. Жертва отличается тем, что не несет личной ответственности за свои действия, не отвечает, и не разграничивает себя и другого человека. Всячески это обрадовало. И вряд ли подобное поведение у вас началось только сейчас. Скорее всего, подобным образом вы вели себя и раньше. Обратите внимание, что у вас мужчины нет. У дочери мужчины нет. Это ваше влияние. Дочь в какой-то степени права. Она копирует ваше поведение. Она ведет себя так, как вы ведете себя вы. Только несколько по-другому. Она олицетворение ваших проблем. И с вашими проблемами вам, Жанна, в первую очередь, нужно работать. Именно ваше желание меняться, осваивать новые, не всегда приятные, удобные, привычные модели поведения. Именно это поможет вам спасти и свою дочь и свою внучку. Кстати говоря, кредиты, это тоже показатель наступления личных границ, потому что человек живет непосредственно. Человек живет как бы в долг. И, соответственно, это серьезная проблема. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, решения вам ваших проблем. И я надеюсь, что вы найдете время и возможность для того, чтобы обратиться к специалисту за помощью. Она вам нужна. Продолжение следует...